МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 58-я статья. Сломанные судьбы. Трагедия для семьи и страны. 30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. А сегодня в студии мы попробуем на примере одной семьи, одной старинной большой казачьей семьи, посмотреть, как эти события прошли через судьбы и жизнь сразу нескольких поколений. Сегодня в студии у нас общественный деятель Александр Романович Бобров. День добрый, Александр Романович. Ну, дату мы обозначили. Я знаю, что на ближайших иннокентиевских чтениях будет представлена ваша книга, роман-эпопея, как жребий батюшка казаков из Сибири на Амур сослал. Я так понимаю, роман посвящен истории вашей семьи. Я предлагаю сегодня взять просто один небольшой эпизод. Я знаю о нем, знаю, что у вас остались достаточно такие яркие воспоминания. Ну и, естественно, в семье об этом не забыли. Как раз к тому эпизоду, когда семья действительно попала в жернова расказачивания, раскрестьянивания. То есть начало тех самых страшных событий, которые положили началу периода массовых политических репрессий. Для начала, вы знаете, в книге Дуденцева я прочитал такое вот определение крестьянина с достаткой. Трес гривою для пять рогатых в овине сохнет урожай. За этот сказочный достаток отца сослали на мажай. А вот в вашем понимании, или вернее в классическом понимании, что такое кулаки? А потом мы от этого будем дальше строить беседу. Первоначально понятие кулаки было, это крестьянин, который жил в деревне, но не занимался сельским хозяйством. Занимался ростовчичеством, торговал, давал займы. Ну, в общем, чем угодно, значит, только не сельским хозяйством. Это было обосновано. При советской власти кулаками стали называть зажитых мужчин, хозяйственных, хозяйственных, которые держали хозяйство. Это как-то не складывалось, потому что, когда входили в кухон, в одних большое хозяйство, в других ничего нет, да? Ну, как бы это дело урана висит, в кавычках, да? Значит, и был, значит, этот термин присвоен крепким мужикам. Которые использовали, плюс ко всему, еще и наемный труд. Ну, привлеченных. Значит, которые использовали хотя бы одного наемного рабочего, их уже использовали, значит, называли кулаком. Полное естественное дело для крестьянской семьи. Проходило раскулачивание. Собирался совет деревни, колхоза. Считали человека кулаком. Принимали решения, документы НКВД, или ОГПУ, как тогда было. Значит, его арестовывали, имущество описывали, а семью ссылали в так называемые кулакские лагеря, ссылки, место ссылки. Ну, в общем-то, так-то и произошло и с нашей семьей. К началу событий, вот, семья была большая? Да, семья была большая. Григорий Лукич-Бобров, Екатерина Даниловна, это бабушка. У них было 12 детей, 10 живых. Все выросли, всех воспитали. Ну, кроме того, там еще, значит, еще и отец, и мать их, значит, жили. Так что, это где-то около 20 человек была семья, поэтому был большой дом построен, где жили все они. Это было в Бобстово. Бобстово. Бобстово, да. Когда, значит, пошел процесс коллективизации, было понятно, что они попадали под рамки кулаков и будут, значит, арестованы и высланы. Все разъехались. Остался только мой отец с мамой и с дочкой Галиной. Вот они жили в этом огромном доме. Отец освоил профчищу трактористов, был одним из первых трактористов в области. Там, насколько я помню, колхоз Труженик. Колхоз Труженик, да. В колхозе Труженики. Ну, мама работала там где-то на сельском хозяйстве, там какие-то работы там. Значит, когда отец пахал, было очень сыро. Он пахал только по релкам. Уполномоченный МТС, значит, трактора принадлежали не колхоза, а МТС, потребовал, чтобы он пахал сплошную. Отец пытался сопротивляться, но его заставили, этот уполномоченный достал револьвер, шутки плохи, он умел право застрелить, без суда и следствия. Отец поехал пахать и утопил трактор. Через два дня отца арестовали за вредительство. В это время раскручивалось уголовное дело Амурцы, и вот под это дело попал отец. Таких, значит, где-то было арестовано больше двухсот человек по области. Отца арестовали, мама осталась одна. В сентябре ее выселили из квартиры. Она с ребенком перебралась к родителям сюда, вот, на Тихоньку, на станцию, но ее, у родителей не разрешили ей. она вынуждена была уехать на станцию, и на станции Биробиджан прожила месяц. Ей не продавали никуда билет. И прожила с сентября до ноября месяца, пока не было решения по отцу, и она выехала туда. Показывается, что всех, кого арестовали по этой статье уголовной, всех выслали, в том числе и Бобровых, собрали всех и выслали в Аборский леспромхоз. Район имени Лозо, это недалеко от Хабаровска. Что такое Аборский леспромхоз? Он был построен как раз к этому моменту с 28-го по 30-е. Да, это конец 20-х годов. Конец, да. В 30-е годы построил, а работать было некому. Поэтому вот все наши родители нашли работу. Насколько я знаю, вообще все эти события Амурис здесь, допустим, по области начиналось с того, что действительно проводились достаточно массовые аресты. Большая группа людей была сосредоточена в Ленинском. Оттуда их уже пароходом отправляли, насколько я знаю, в пересыльную тюрьму в Хабаровск. Да, да, да. И отец там же на Гомарнике находился. Да, на Гомарнике находился там. Это вот для наших телезрителей просто поясняю. Временной промежуток небольшой. То есть он начался с зимы, с января 33-го. С января 33-го. Да, основные события начали происходить в июне уже. Я так понимаю, это уже как раз июньские, да? Июньские, да. Долго ждали вообще решения этого суда? Ведь оно такое решение однозначно. Сколько я знаю, только в конце 50-х годов вот это вот решение тройки или особого совещания от 17 ноября 33-го года было пересмотрено. Для вашей семьи как долго длилось ожидание решения? Как решалась судьба отца? Никто не знал, где, во-первых, отец находился, потому что никакую информацию никто не давал. И маме не разрешали с вокзала выехать, потому что она хотела соединиться, куда отправят отца, туда, если он жив. Она не знала. Жив или мертв, никакой информации не было. И когда сообщили, что она может выехать на воссоединение с семьей Бобровых, которые были высланы в Аборский леспромхоз в поселок Ситу, она выехала туда. Жили они в ужасных условиях. Это был барак. В этом бараке было около 40 семей. Семьи были отделены или висящим от потолка этим одеялом или простыней. Простыней там одна печка на весь этот барак. В этих бараках жили заключенные, которые строили железную дорогу от Кругликова до вот вглубь Аборского лесопровхоза. Там Сита, Абор, Дурмин и так далее. Ну, где-то 40 километров было построено. И вот они там прожили до 1939 года. Построили там дом. Отца выслали вначале вверх по реке Хор. Какая-то там была староверческая поселение. Ну, вот там тоже сделали ссылку, место ссылки для осужденных или высланных. Отец приехал, ему разрешили соединиться с семьей. Вот они прожили там до 1939 года, построили дом, развели хозяйство, купили лошадь, ночью жили, жить, более-менее, уже не голодать, так как первое время было. В 1939 году их перевезли как опасных врагов народа. А, ну да, граница рядом, а тут враги живут. Их как опасных врагов народа выслали, всех переслали в Нанайский район Хабаровского края, поселок Лидога. Опять барак, опять строить жилье. Во время стройки этот умер наш дедушка Григорий Лукич. Они прожили там до 1942 года. Началась война. Учитывая, что там рыба, они жили достаточно, ну, по крайней мере, голода не было. А в 1942 году их вернули опять в Аборский леспромхоз, в освободившиеся казармы, войск, которые стояли в сети. Которые перевели под Сталинград. Которые перевели под Сталинград, когда начались там сражения, они освободились. Вот туда перевезли их, расселили, поэтому появился там участок Сетинский первый, Сетинский второй, Сетинский третий, четвертый. Там была железная дорога интересная очень, набросанный вот так вот в эти... Я знаю, в Нахлёвш. И дорога была, по этой дороге поезда ходили. Вот до 1942, в 1942 году вернули туда. Опять голод, опять ничего нет, но строить жильё уже было бессмысленно. Два дома построены, государство забрало, не считая третьего дома, который в Бобстово был. И потом неизвестно, сколько там проживут, прожут, потому что заготовки леса, это сегодня лес есть, завтра его нет, закрывается участок, уходят. Прожили нам, значит, там. Я там родился в 1944 году. В 1948 году участки эти закрылись и всех вывезли. Ну, нашим вернулись в сету, выкупали у государства свой дом и поселились в этом доме. И только в 1949 году наконец прекратилась ссылка. Мои родители получили паспорта, получили право голоса, до этого они ничего не имели, бесправные были. И только в 1959 году отец был реабилитирован. Ну, а все остальные это уже 90 год или 91-й. Ну, жизнь продолжалась, несмотря на все эти тяготы, ограничения, рождались дети. Ну, правда, у нас вот было, родилось 8, а в живых осталось только четверо. Двое похоронены на Лидоке, а двое в этом втором сетинском. Ну, ни медицинского обслуживания, ни питания нормального не было. Вот в детском возрасте. Ну, переехали в Читу. Вот. Ну, потихонечку, когда сняли ограничения, значит, учились, заканчивали кто-то там, и старший брат, и я, и сестра. Получили образование. Я вот приехал в Пирабиджан, потихоньку сюда перебралась вся династия. Вначале вот я приехал, потом двоюродный брат, потом племянница, потом старшая сестра. Ну, в общем, живут тут сейчас и они живут, живут мои дети, двое сыновей, служат родине. Александр Романович, я вот вас слушаю, пытаюсь тоже где-то вот вспомнить. На самом деле, вот эти вот амурские события, ну, они достаточно большой резонанс в то время вызвали, ведь по тому делу проходило достаточно большое количество людей, не только с еврейской автономной области, там, со всех других территорий. Статьи же тяжелые были, 58-я, 52-я, да, да, вторая часть. Расстрельная. Да, расстрельная, и там были люди, которые, ну, по решению тройки были расстреляны, там, цифры разнятся, 13-15 человек, разницы никакой нет, это в любом случае, это расстрелы. И ведь, насколько я знаю, людям так ведь и не предъявили вполне нормальных, ну, я не знаю, какие-то жестких обвинений, ведь, насколько я знаю, вашего отца обвиняли в чем? В том, что он, ну, трактор, это понятно, это была завязка, в том, что он когда-то обстрелял теплоход? Да, самое, вообще-то, так сказать, парадоксальное обвинение было объявлено ему, что он участвовал в нападении на пароход в 1918 году под Благовещенском, и случай такой был, там действительно обстреляли. Я просто специально, чтобы вы уточнили, сколько лет тогда было этому террористу? А террористу было, сколько? Семь лет. Молодой, да ранее? Молодой, да ранее. Я знаю, что вот как-то вот и о судьбах многих людей, которые прошли через это дело, оно, в принципе, достаточно, до сих пор неизвестно. Мы как-то с вами в одном из разговоров упоминали о там страшном лагере или бараке в Волочаевке, вот если можно, вот этот вот эпизод, чтобы телезрители поняли, как иногда вот можно было узнать о судьбе своих родственников. Да, такое вот было. Вот, тех осужденных, которые, видимо, ну, какие-то там смягчающие обстоятельства были, их вывезли на уборку картофеля в Волочаевску. Они вот там работали, ну, немножко подкормились на картошке, потому что кормили ужасно, цингатом, зубы некоторые потеряли полностью. Холодно уже к конец сентября, октябрь начинается. Брали их в июне. Они же, значит, в легкой одежде все были. Ну, попросили, чтобы им какую-то хоть одежду, потому что холодно. Завхоз привел их, ну, обычный там барак стоит или там склад какой-то. Этот склад был забит одеждой, верхней одеждой, обувью там какой-то. Ну, там выбирали, отец выбрал себе одно, там, кто-то другой. а один из осужденных нашел одежду своего брата, который был арестован в январе и понял, что его нет, потому что он никакой информации не имел. Ну, вот таким образом узнал, какова судьба своего брата. Александр Романович, я понимаю, что, как бы, вот сегодня как-то, ну, время проходит, боль тоже, наверное, проходит. Вот так вот сегодня, насколько важна вот эта вот дата, памятная дата, день памяти жертв политических репрессий для нашей современного общества? Я думаю, что это нужно, чтобы про эту дату никогда не забывали. И делали все, чтобы такого подобного в государстве больше не было. Таких жертв, несмотря на то, что, значит, Советский Союз развивался, но такие жертвы человеческие ради этого, я думаю, это недопустимо. Ну, кто-то приводит аргумент, что необходимо было все-таки вытащить, силков вытащить людей с земли на заводы, то есть пополнить ряды пролетариата для того, чтобы, ну, поднимать страну. Задача действительно стояла большая, но здесь вот вы вот сейчас вот еще раз сказали, такие методы, то есть в принципе я просто провожу аналогию с сегодняшним днем, ведь и сегодня у нас раздаются очень много голосов на том, чтобы очень жестко поступать с теми, кто не согласен там с действующим курсом. это вот как раз корешки оттуда. Ну, почему люди вообще даже говорят это такое? Удивительно. Людей тоже можно понять, когда страна ведет борьбу с врагом, как-то вот не хочется за спиной иметь скрытого врага. Ну, тоже вы правы, бороться с этим надо, но не такими методами. С одной стороны, что-то нашло государство, сколько потеряло, сколько людей потеряло, сколько людей не родилось. Вы сказали, что где-то вот в 50, ну, надо говорить, в 60-е годы, да, начали уже здесь, ну, второе пришествие семьи на землю. Сегодня это семья большая, семья Бобровых. По данным 2012 года в Пенсионном фонде есть база данных всех, кто живет. 150 человек Бобровых. Сильные корни. Не сломили. А память, вот, понятно, что я вот сейчас вот, вы свободно там вспоминаете фамилии, имена, отчества. Я знаю, что как бы не только семьи Бобровых, там у нас Вертопраховы, Горбуновы, Александровы, да, много у нас семей прошло через эту вот мясорубку, на ваш взгляд, вот нету вот, скорее всего и общались, в свое время вы возглавляли совет стариков среднеамурского окружного казачьего общества, нету вот ли обиды вот в семьях, ну не знаю, на власть, там не знаю, на что. Ну вы знаете, нет обиды, и я удивлялся своим родителям, они не винили власть, они как-то это воспринимали как, ну как вот, такие события, которые надо было пережить. Правда, в оценке Сталина мама и отец разошлись, мама его назвала садистом, а отец сказал, так он же ведь великую честную войну выиграл. Да, напоминаю, что у нас разговор проходит в преддверии вот этого памятной даты дня, дня памяти жертв политических репрессий. Понятно, что история не терпит сослагательных наклонений, но вот семья Бобровых в 30-е годы, большая, дружная семья, крепкая семья, как бы вы ее видели вот в дальнейшее вот ее развитие? Ну, сейчас можно как-то смоделировать эту ситуацию? Значит, ну, во-первых, поменялось время, поменялись возможности, возможности, как в развитии человека, возможности, значит, жить как-то достаточно, самодостаточно, значит, время, когда больше прав представлено каждому человеку самому определять. Поэтому, наверное, того, как было, когда жили 20 человек, сегодня уже не, не может такого быть. Поддерживать контакты мы поддерживаем, мы встречаемся, собираемся, значит, там переписываемся. Я вот эту книжку, конечно, уже 50 экземпляров раздал, значит, поддерживать все, но такая семья сегодня, наверное, и не нужна. Ну вот по сегодняшним, как живут, значит, сегодня, ну вот мы с женой Богданой Юрьевной, ну, живем отдельно, наши дети живут отдельно, у них есть квартиры, есть возможность, да, трудно, тяжело, квартиры, но все-таки, значит, купить квартиры. Сегодня есть машины, не нужно даже письма писать, потому что есть собственный телефон, по которому можно связаться и фотографию пересылать, и текст пересылать. Все ясно. Спасибо. Александр Романович, спасибо за сегодняшнюю беседу. Я напоминаю, сегодня гостем студии был общественный деятель Александр Романович Бобров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин